По прогнозам синоптиков, относительно зимняя погода продержится в регионе до вторника, а потом столбик термометра снова поползет вверх. И вот уже идут разговоры не о розовой, а о махрово-красной зиме. С одной стороны, подарок для тех, кто не переносит рискучие морозы. Но с другой стороны, на благо ли такое зимнее тепло? Ответ в репортаже Натальи Российской. Теплые дни и даже месяцы бывают каждую зиму. Но чтобы устойчивый плюс в декабре и январе – настоящая редкость. И слава богу, утверждают медики, европейская, а на самом деле слякотная зима – благодатная среда для простуды. Первое – это то, что надо беречься переохлаждение из-за сырости высокой. Мы одеваемся зачастую, глядя на термометр, и одеваемся легко в такую погоду. Вторая опасность – это то, что в такую погоду мы немножко расслабляемся и не обращаем внимания на тех, кто чихает, кашляет на нас. Теплая зима провоцирует повышенную влажность воздуха. В нем дольше задерживаются все вредные выбросы в атмосферу. В результате в группе риска пациенты с хроническими диагнозами – астма, бронхит, болезни сердечно-сосудистой системы. Людям с хроническими заболеваниями сегодня нужно быть особенно внимательными к своему здоровью. Не стоит расслабляться и всем остальным. При первых признаках простуды постараться понять, я могу себе сам еще помочь или уже пора обратиться к врачу. В некоторых случаях затягивание вот этой второй фазы приводит к тому, что врачи получают уже далеко запущенного пациента. Врачи уверяют, пока аномально теплая зима проходит без глобальных последствий. Ситуация с заболеваемостью типична – поликлиники не переполнены. Заболеваемость сейчас на уровне, как и обычно. Например, на прошлой неделе было 32 заболевших, на позапрошлые 48 количество заболевших. То есть такого роста сильного заболеваемости пневмониями нет. Также рост заболеваемости отрами респираторно-вирусными инфекциями, она также на уровне, характерном для этого периода. То есть где-то 920-950 за неделю в этот период это характерно. И все же расслабляться не стоит. В Московской области вторая волна вирусных заболеваний придется на февраль. Прививка уже не спасет, а вот соблюдать гигиену и поддержать иммунитет необходимо. Для ослабленного организма полезны свежие овощи и фрукты, мед, орехи, а еще полноценный сон и физические нагрузки. Наталья Российская, Александр Сидей, Дмитрий Кириллов. Новости дня.